По статистике более 70% нашего российского населения испытывают вот это выгорание, выгорание в профессии. Примерно два с половиной раза чаще они задумываются о том, чтобы уйти из профессии, сменить. Как найти в себе силы в этом состоянии, как вообще не допускать такого профессионального выгорания. Сегодня поговорим с профориентологом Ларисой Изюминко. Доброе утро, Лариса Викторовна. Доброе утро. Первый вопрос. Чем отличается профессиональное выгорание от обычной банальной усталости? Ой, тема на самом деле большая, серьезная. Мы уже за эфиром поняли, что... Да, не можно говорить очень много. И вот как раз вот эти вот 70%, которые считают, что у них выгорание, очень часто заблуждаются. Именно то, что у них профессиональное выгорание. Выгорание бывает профессиональным, эмоциональным и есть псевдовыгорание. Вот очень многие относятся именно к псевдовыгоранию. Потому что тут надо четко понимать, что такое профессиональное выгорание. Это вот как раз разочарование в своей профессии. Первый раз о профессиональном выгорании заговорили у врачей. То есть вообще это понятие появилось у врачей. Почему? Они все время развиваются. Они все время стараются нас вылечить. Они все время стараются всем помочь. Но, к сожалению, не всегда это получается. Кто-то неизлечим. К сожалению, бывает и смертность. И вот здесь у врачей происходит выгорание. Вот это профессиональное выгорание. О признаках мы чуть позднее поговорим. Профессионального выгорания. Эмоциональное выгорание – это вот когда ты полностью, как бы тебе безразличны все аспекты жизни. Не только работа. Ты и в других аспектах жизни тебя ничего не радует. У тебя нет энергии. Вот это эмоциональное выгорание. Псевдовыгорание – это мы иногда путаем банальную усталость. Как ее понять? Вот усталость, она устранима. То есть пару выходных, и мы такие уже все опять в энергии. Мы бодрые. Как говорится, в ресурсе. В ресурсе, да. Выгорание и ресурсы – это сейчас вообще очень модные слова. И все приходят, ой, я выгорел. И мы опять в ресурсе. Соответственно, мы побороли свою усталость. А есть самая настоящая болезнь – депрессия. Вот здесь надо быть осторожным и аккуратным. Вот здесь уже надо лечиться. Поэтому прежде чем вы решили, что у вас выгорание профессиональное, и вам нужно быстренько пойти менять работу, надо разобраться, есть ли оно у вас вообще. Это профессиональное выгорание. Я правильно понимаю, что хуже вот из этих двух профессиональное выгорание и эмоциональное, хуже всего именно эмоциональное? Да, хуже всего именно эмоциональное. При профессиональном выгорании у вас есть только проблемы рабочие. То есть вас не радует то, что уже радовало на работе. Вас раздражают коллеги. Не только коллеги, но и клиенты раздражают. Вы очень эмоционально реагируете на какие-то процессы на работе. Вы стараетесь как можно меньше работать, побежать чай попить, куда-то выйти. Вы с неохотой вообще идете на эту работу. Вас не радуют даже те процессы, от которых вы раньше получали удовольствие. Вот это уже все признаки профессионального выгорания. Но придя домой, у вас в принципе снова есть энергия. Вы бежите там в кино, вы встречаетесь в потоке. Опять модное слово. И соответственно здесь нужно понимать, что если случилось профессиональное выгорание, тогда нужно посмотреть. Но не кардинально менять сразу бежать работу, а посмотреть, что же происходит. Потому что причины выгорания бывают разные. Давайте сейчас, наверное, говорить о профессиональном выгорании. Причины профессионального выгорания бывают разные. И одна из главных причин профессионального выгорания, к сожалению, это межличностные коммуникации. Что это такое? То есть я всегда говорю, что нужно за гигиену общения. Как-то модные слова-то давить. Топить за гигиену общения. Да, раз уж мы сегодня про модные слова. То есть мы должны, во-первых, если нам что-то непонятно, мы должны переспросить всегда. Мы не должны додумывать. Вот это додумывание, оно часто и ведет к вот этим нарушениям межличностных коммуникаций. Вообще нужно создавать комфортную среду вокруг себя. То есть мы должны получать удовольствие от тех людей, которые находятся рядом с нами. И вот здесь вот, если как раз на работе у вас этого нет, надо думать. Может быть, отсюда и происходит профессиональное выгорание. И вот здесь вот, ну уж если вы не можете сменить людей вокруг себя, тогда уж и стоит задумываться о смене работы. Еще одна причина – это пресловутая многозадачность. Да, очень много давно, да и до сих пор в вакансиях встречается работодатель, требует, чтобы мы все могли работать в режиме многозадачности. К сожалению, вот эта многозадачность, она и ведет к профессиональному выгоранию. Все специалисты рекомендуют максимум взять одну-две задачи в работу и кайфовать от них. Мы должны кайфовать от процесса работы. И тогда вот этого выгорания у нас не будет. Как это донести до работодателя или до начальника? Это, конечно, большой вопрос. Большой вопрос, да. Потому что, опять же, если мы идем к межличностным коммуникациям, и еще один момент, от которого происходит выгорание сотрудников, вот как бы наших управленцев не обучали, до сих пор все действуют примитивным методом кнута и пряника. До сих пор управленцы наши, руководители, не учитывают, что иногда, ну, не готов человек к этой задаче, а ему дают эту задачу. И это не от того, что он не на своем месте, а от того, что он еще не готов. У него не совсем развиты профессиональные надпрофессиональные навыки. Поэтому вот здесь вот опять случается выгорание. Подытожим. Значит, первый аспект – это отсутствие коммуникации между собой и между работодателем и коллегами. Хорошо, здесь мы поставим не точку, но запятую с многоточием. И давайте продолжим эту тему на следующих наших встречах. Я думаю, что нужно побольше рассказать. Да, и обязательно, чтобы не попадать в это состояние выгорания, думайте почаще о себе, позаботьтесь о себе. Вот никто это не сделает, кроме вас. Снимайте свою жизнь с паузы, будьте счастливы, да, и наслаждайтесь каждым днем, чего я всем искренне желаю. Хорошо, спасибо большое. Это как один из главных советов избегать как профессионального, так и эмоционального выгорания, выстраивая личные границы. Да, да, выстраивая личные границы и думать в первую очередь о своих желаниях и думать в первую очередь о своих каких-то целях. В первую очередь должно быть сначала я. Все, девушки, я понял, что вас можно сейчас оставить, и будет разговор на несколько дней. До встречи. Спасибо огромное, что сегодня пришли. Тему очень серьезную подняли. Актуальную. Давайте, да, актуальную, давайте ее разобьем на несколько наших встреч.